Осталось совсем чуть-чуть и новый мост раскинется над Волгой. Борская транспортная система готова уже на две трети. На данный момент на строительной площадке началась укладка литого асфальтобетона на самом дублёре. А на подходах к нему идёт устройство плит для выезда на мост. На сегодняшний день мы приступили к устройству дорожной одежды, заканчиваем с ним канализацией. И буквально в течение следующей недели уже будем укладывать чебёночные основания, готовить подходы, заход прямо на мост. Где-то с 5-6 сентября мы планируем устройство верхнего слоя асфальтобетона как на эстакаде, так и на пролётных строениях мостов. Трудности, конечно, возникают, но все вопросы решаются с опережением графика, для того, чтобы как можно скорее открыть подходы и саму переправу для нижегородцев. Если говорить из трудных моментов, пока очень непросто идёт организация ливневой канализации, которая сдерживает и саму одежду уже на насыпях, на земляном полотне, не из-за того, что мы не понимаем, как делать, объёмы большие. Кольцевая развязка между Акимово и Карлом Арксом будет в сентябре уже готова, и мы её запустим для того, чтобы было внутригородское движение более организованное, чтобы развязать Акимово и Карлом Аркса, не организовывая въезда на мост, хотя он уже будет готов. Жители региона заметили, что работа кипит и очень ждут открытия движения по Борской транспортной системе. Конечно, здесь работают они постоянно. У нас открытие Борского моста станет намного лучше, станет меньше пробок, потому что откроют движение в две стороны и не будет задержек по 30 минут, чтобы проехать, ждать не придётся. Нижегородцам гостям города осталось ждать совсем недолго. Борский мост строится полным ходом, тем более, что федеральный центр также оказывает помощь региону. Благодаря договорённостям, которые были достигнуты между губернатором и Дмитрием Анатольевичем Медведевым, в этом году мы получаем более 3 миллиардов рублей на Борский мост, целевые деньги. Это тоже большое подспорье. Нижегородская область – один из немногих регионов России, где, несмотря на сложные экономические условия, идёт строительство целого ряда масштабных транспортных объектов. Хочу подчеркнуть, что, безусловно, задачи очень напряжённые, масштабные, массовые много, мы не строили никогда. У нас, вы знаете, Южный обход будет вводиться. Это объект настолько долгожданный, который решает огромную массу проблем. Это существующий объект, на котором мы сейчас находимся, Борский мост. У нас в Сарове крупный обход будет строиться. Это тоже очень серьёзный объект. Борский мост и Южный обход – это лишь малая часть из огромного перечня крупных инфраструктурных объектов, которые строятся для нижегородцев.